Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, добрый день! Толкуем Писание, читаем его с толком, неторопливо, с порталом экзегет.ру. С вами священник Алексей Волчков. Тема нашего сегодняшнего разговора – книга пророка Иоиля. И сегодня мы начнем наш разговор с того, что порассуждаем об этой книге в целом, в общем. Напомню, что чтение Ветхого Завета является чтением не очень простым, не очень таким быстрым, не очень эффективным, без долгого приготовления к этому процессу. Нужно в течение некоторого времени заниматься вопросом того, какой контекст того или иного текста, кто был его автором, какие проблемы волновали этого автора, в каком именно обществе, обществе какой эпохи был написан тот или иной текст. И когда все эти вещи уже уяснены, понятны, мы знаем, с чем мы имеем дело, чтение оказывается возможным и приносящим удовлетворение, радость и утешение. Иначе чтение Библии без такого вступления, введения оборачивается тем, что мы испытываем очень быстро усталость и утомление. Нам кажется, что читаемое нами сочинение никакого отношения к нам не имеет. А это есть неправильное, безусловно, утверждение, неправильный вывод. Итак, поговорим сейчас немножко, очень, впрочем, кратко и быстро о книге пророка Иоиля в целом. Итак, что мы знаем об этом сочинении? Мы знаем, что это сочинение написано неким Иоилем. Вот мы знаем имя этого пророка. В написании, то есть первый стих, первой главы книги пророка Иоиля, есть эти слова «Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила», или в переводе РБО «сыну Петуэла». И на самом деле именно этим стихом все, что мы знаем об авторе этого текста, исчерпывается. Вот ничего больше, кроме этого стиха, где указано лишь имя и отчество этого человека, этого автора, мы ничего не знаем об этом пророке. Но, впрочем, кое-что знаем. Мы знаем его имя. Как же можно имя Иоиле понять? Ну, имя такое говорящее, имя двусоставное, там есть два корня. Переводится как Яхве-Эл. Яхве-Бог. Вот такое остроумное имя, несущее в себе очень важную богословскую истину. Истину о том, что действительно Бог Израиля есть Иегова, есть Яхве. И вот такое имя, говорящее имя, несет этот пророк, автор этого текста. Популярное было имя в те времена, во времена библейские, ветхозаветные, потому что, как почитали ученые, комментаторы, более сорока человек всего ветхозавета носят имя Иоиль. Разные люди, какие-то более важные, как правило, гораздо менее важные, чем полагается пророку иметь какую-то важность, положение. Но ни с кем из них невозможно этого Иоиля связать. Иначе говоря, пророка Иоиля ни в книгах царств, ни в книгах паралипоменон мы не находим. И поэтому есть такая гипотеза у ученых, что это есть какая-то литературная конструкция, какой-то выдуманный автор, который несет говорящее имя Яхве есть Эл, Яхве есть Бог. На самом деле, повторю еще раз, что мы не знаем ничего об этом человеке. Говоря про имя Яхве есть Эл, можно вспомнить еще одного человека, в имени которого тоже были два этих корня, и Яхве, и Эль. Но он тоже был пророком, но он точно не был автором этого текста. Я имею в виду кого? Пророка Илью. В имени пророка Ильи есть два этих корня тоже, но поставленные обратным порядком. Эл есть Яхве, поэтому Илья и Иоиль являются носителями имен похожих, но при этом не тождественных. Хорошо, мы не знаем ничего об этом человеке, его биографии, его молодости, его кончины, его старости из этого текста. Но все-таки, какие-то можем мы самые общие получить сведения о том, где и когда жил автор этих строк. И да, и нет. Почему да? Потому что мы можем связать этого человека, этого автора с каким-то регионом в истории, в географии, точнее, Палестина, географии Израиля. А именно это точно было Южное царство, это было Иудея, потому что есть связь с храмом, и тематика такая, свойственная жизни именно Южного царства фигурирует в этом сочинении. Однако, когда мы касаемся попытки определить время, когда было написано все это, то мы сталкиваемся с тем, что мы не можем точно локализовать, когда жил этот пророк. Это было, возможно, время до плена, до разрушения Иерусалима в Иудее. Или это было время после возвращения из плена, сразу после, времена, допустим, Эзра-Ниемии. Или, возможно, это были еще более поздние времена, и поговаривают ученые о том, что аж четвертый век, время уже эллинизма, было временем создания этого текста. Иначе говоря, самые древние времена, когда, возможно, был текст написан, это был IX или VIII век до христианской эры. Самые поздние датировки, они касаются III или даже II века до Рождества Христова. Вообще, очень тяжело эту книгу локализовать, потому что нет никаких упоминаний о царях, никаких ссылок на какие-то конкретные события. Не за что уцепиться, пытаясь нам локализовать автора этого сочинения более точно в ленте «В жизни, в истории древнего Израиля». Что точно можем сказать? Точно мы знаем, что автор этого текста знал о катастрофе. Ему было известно то, что Иерусалим будет захвачен. Что об этом можем мы сказать? Возможно, он жил в преддверии катастрофы, предчувствуя, зная то, что случилось с Самарией на севере, он знал, что будет однажды в ближайшее время и с Южным царством, и с Иерусалимом. Это первый вариант. Второй вариант. Возможно, он был современником, он лицезрел и падение храма, и падение Иерусалима, и сам был участником этого плена, он был уведен на север, на берега Тигра и Ефрата. А может быть, он жил в гораздо более поздние времена, когда евреи вернулись в Израиль, и там начинают жить уже как народ, вернувшийся, народ, вернувшийся из плена, получивший очередное спасение от своего Бога. Но все-таки нашей рабочей гипотезой будет то, что сочинение было написано скорее в поздней, чем в ранний период истории Израиля. Скорее всего, это были действительно времена V-IV века до Рождества Христова. На чем же основана наша датировка? Ну вот, например, такие есть аргументы у комментаторов-ученых. Первое. Нет упоминаний ни об одном из царей. И действительно, после возвращения из плена и до маковитских войн не было царей в Иуде, в стране иудейской, стране иудеев. Во-вторых, в стихе втором упоминаются какие-то старейшины и священники. Так вот, старейшины и священники руководили Иерусалимом как раз во времена послепленной, после возвращения. В-третьих, действительно известно автору о плене, о возвращении из плена, поэтому, вероятнее всего, написание текста было связано с послепленными временами. И, наконец, богословие этого сочинения является довольно необычным. Оно является таким довольно прогрессивным для всего Ветхого Завета. Что имеется в виду? Автор книги пророка Иоиля был знаком с понятием эсхотологии, апокалиптизма. И действительно, мы находим здесь рассуждение о том, что помимо всех наших, знакомых нам катастроф, завоеваний и пленов, будет еще одна катастрофа, которая однажды охватит все человечество, все народы. И вот то, что испытываем мы, то, что испытали мы точнее, а именно плен, разрушение Иерусалима, Самария, изгнание, то будет однажды участью всего мироздания, всего рода людского. Как уместно считают ученые, апокалиптизм возникает в богословии библейском довольно поздно. Это как раз именно те самые послеплеменные времена, о которых мы рассуждаем. Что мы скажем о устройстве этого сочинения, о его структуре? Во-первых, это есть сочинение, состоящее из трех глав с маленьким примечанием. В Библии иудейской там есть четыре главы, потому что окончание одной из глав, а именно это вторая глава, оно вынесено в Библии иудейской в одну маленькую третью главу. И мы в нашем комментировании, комментариях на это в дальнейшем обратим внимание. Выделяется в книге пророка Иоиля две важные части. Часть первая, это есть первая глава, и первая часть главы второй связана с описанием исторических процессов в Иудее, среди народа Божьего Израиль, а именно то самое нападение с севера, вавилонское завоевание и плена, о котором мы уже говорили. А вторая часть из стиха главы второй, 28 стиха, для иудеев это начало третьей главы книги пророка Иоиля, начинается новая тема, тема, касающаяся всего мироздания, тема эсхатологическая, когда Бог описывается как тот, кто вмешивается в историю всего мироздания, всего человечества, и устраивает День Господень, начинается День Господень, и это выражение День Господень является одним из самых частотных, популярных в этом сочинении. Ну и, конечно же, в этом сочинении есть очень такие, понимаете, характерные пророческие метафоры, очень такие сильные образы, которые есть у каждого из пророков. Ну, например, мы знаем, что у Осии очень сильный образ Бога как обманутого супруга, или Бога как отца лишающегося сына. Вот такие есть образы, характерные сильные образы книги пророка Осии. Здесь тоже есть свой сильный образ, который помогает нам понять специфику, своеобразие этого сочинения. Так что, открывая, допустим, какую-то книгу пророков, читая и находя образ саранчи, нападающий, атакующий, захватывающий пространство, мы понимаем, саранча – это значит книга пророка Иоиля, потому что Иоиль и выдумывает образ саранчи, делает его таким масштабным, глобальным, и для него и завоевание, и враждебная армия – все оказывается понятым сквозь призму метафоры под названием саранча. Дорогие друзья, без введения в Писании Ветхого Завета невозможно чтение этого текста. Мы сделали маленькое введение в книгу пророка Иоиля на портале exoget.ru. С вами был священник Алексей Волочков из Петербурга. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...